Всем привет! Сегодня мы будем делать вот такие цветы, то есть ромашки. Ромашки, конечно, можно делать разными цветами и разными техниками. Я сделаю сегодня вот такие вот ромашечки. Здесь я делала и фигурные листочки, и простые. Смотрите, теперь сердцевинки. У меня есть и прямые, и закрученные. Сегодня я покажу вам сделать как прямые лепестки, но интересную сердцевинку. Для этого нам понадобится... Вот так они у меня стоят, с листочками. Очень красиво. Теперь, для этого нам понадобится два цвета фоамирана, желтый и коралловый. Понадобится вот такой трафарет, 5 см длиной, 2 см самая широкая точка и 8 мм самая узкая точка. То есть этот трафарет вы можете нарисовать сами, либо срисовать его с экрана. Также я уже вырезала наши лепестки. Нам понадобится два цвета фоамирана, коралловый и желтый. И лепестки у нас будут кораллового цвета, а серединка желтого цвета. Также нам понадобятся листочки. Я вырезала его из зеленого фоамирана и приложила его к утюгу. И сделала сердцевинки ручкой. Вот так вот. Можно делать разные лепестки. У меня здесь есть и фигурные, вот простые. Также есть такие, как мы сегодня. Я сделала. То есть очень просто их делать. Или можно просто купить в магазинах такие тоже лепесточки и приклеить. В принципе, без разницы. Также нам понадобятся ножницы, линейка, клеевой пистолет и утюг для нашей сердцевинки. И также нам понадобятся наши опоры для цветка. Это палочки. Палочки вообще продаются вот такими пачечками. Они простые палочки. Палочки можно приспосабливать очень разные вещи. Так, но мы сегодня сделаем из них цветочки. Палочки я покрасила гуашью, смешала с водомальсионкой для того, чтобы если проводить водой, тряпочкой, либо что-то стирать, пыль, не знаю, может быть что-то, то слишком краска не маралась. Но она все равно будет мараться, поэтому слишком водой ее не засоряйте, так как это еще и дерево. Так, нам понадобится всего одна палочка. Мы сделаем сегодня один цветочек. Итак, приступим. Сначала мы сделаем нашу сердцевинку. Мы будем делать сегодня вот такую интересную сердцевинку, непрямую. Итак, сначала мы возьмем наш желтый фоамиран. Смотрите. Можно также использовать эту палочку, чтобы отметить нашу сердцевинку. Так, мы возьмем 18 см, это будет длина нашей сердцевинки, и 1 см, это будет ширина полосочки. Мы отмечаем. Затем мы ее вырезаем. Вот такая полосочка у нас получилась. Если вы хотите сердцевинку побольше, то есть они могут разных размеров быть, видите, это немножечко поменьше, это немножечко побольше. Это все зависит от длины нашей полосочки. Теперь мы берем нашу полосочку и боком, если вы хотите прямую сердцевинку, как вот на синей ромашечке, то мы режем нашу полосочку прямо. То есть на прямые полосочки. Если вот такую, то, как мы сейчас сделаем, мы будем резать немножко иначе. Мы берем полосочку и вот так боком просто режем на вот такие вот маленькие полосочки. Как бы лепестки. Стараемся же примерно одинакового размера. И вот так по всей полосочке мы ее хорошо разрезаем. Пока разрезаем, мы включаем клеевой пистолет и утюг, потому что они нам скоро понадобятся. Я порезала наши такие лепесточки. Теперь мы берем нашу полосочку и аккуратно прикладываем ее к утюгу, чтобы она вот так согнулась немножечко. Можно еще даже слегка. Так она сама сворачивается. Вообще много способов делать ромашки. Делают сразу и лепестки, тоже прикладывают к утюгу. Но сегодня мы будем делать иначе. Вот так. Она у нас готова. Теперь мы ждем, пока нагреется наш клеевой пистолет. Когда клей нагрелся, мы приступаем. Смотрите. Наша полосочка свернулась вся в одну сторону. То есть у меня туда. Поэтому мы закручиваем против этой закрученной полосочки. То есть в обратную сторону. Мы выдавливаем немножечко клей на самый край нашей полосочки. Чтобы было удобнее начать, мы возьмем, можно взять простую зубочистку и вот так начать закручивать. Зубочистку эту потом мы уберем. Но можно и без нее, если вам неудобно. Но зубочистка очень, довольно-таки удобна. Так, продолжаем. И вот так вот накручиваем. И так вот получается у нас лишний клей и тянется, его надо убрать. Так получается у нас вот такая сердцевиночка. И мы продолжаем ее делать. Такие сердцевинки мне нравятся больше, так как они смотрятся немножечко интереснее. Вот так доделываем. Краешик хорошо прикрепляем. Продержим. Когда все готово, зубочистку можно легко убрать. Теперь можно расправить вот так вот нашу сердцевиночку. И вот так все готово. Теперь мы будем наклеивать наши лепестки. Здесь у меня 16 лепестков. Но можно их и добавить, и убавить. То есть это не слишком важно, сколько их будет. Главное, чтобы было красиво. Мы берем один лепесточек, давляем на самый краешек, вот так, немножечко клея. И приклеиваем ее вот сюда, на нашу полосочку к сердцевинке. То есть вот таким образом. Это будет у нас первый ряд. И приклеиваем также дальше. Берем следующий лепесток. Теперь его приклеиваем прям-прямо рядышком с нашим первым лепесточком. То есть вот так. И так продолжаем по всему кругу. Это будет первый ряд. Опять также рядышком-рядышком наклеиваем наши лепестки. Продолжаем. Пока получилась вот такая вот заготовочка. Это будет первый ряд у нас. У меня ушло 6 лепестков. Теперь мы будем делать второй ряд. Также мы берем, все так же делаем. Но теперь лепесточек мы клеим в шахматном порядке, то есть в наше отверстие. И клеим мы не в самый край, а немножечко выше, чтобы наши лепестки были на одном уровне, либо даже немножечко выше. И вот так хорошо приклеиваем. Лишний клей убираем. И делаем второй ряд. То есть дальше мы продолжаем так же клеить, но немножечко повыше. Так же в шахматном порядке. Немножко выше. Так у нас ромашечка уже становится намного гуще. Так продолжаем делать. Ромашку можно делать разной густоты, какая вам только нравится. Так продолжаем клеить. Смотрите, я закончила второй ряд, но мне не нравятся небольшие вот эти вот отверстия. Поэтому я их закрою. Но делать буду это не по всему кругу, а немножечко по моему вкусу, как мне понравится. И так же продолжаем их клеить. Здесь уже отдаемся форме, конечно, чтобы форма у нас была красивой. Смотрите, явно здесь уже не хватает, поэтому доклеиваем еще. И таким образом мы делаем нашу форму и густоту по нашему вкусу. Так. Можно уже и следующее доклеивать. Еще доклеил. И последнее. Все 16 лепестков у нас ушли. Вот так. Теперь смотрите, можно сделать, чтобы закрыть вот эту нашу сердцевинку, чтобы ее не было видно, как у меня. Сейчас покажу. Вот здесь. Видите? Мы возьмем зеленый фоамиран. Сколько нам понадобится. Смотрите, я взяла вот такой кусочек, квадратик. Мы просто его прикладываем к нашему донышку, чтобы она закрывала. Теперь эту донышку мы вырезаем. Для этого можно взять либо образцы ножницы, вырезать круг, либо фигурные ножницы, вот как у меня, и вырезать тоже кружочек. Это, конечно, по желанию, но мне кажется, будет намного красивее. Поэтому сделать это лучше. Сделать, чем останется просто донышко. Тем более, если они будут у вас стоять где-нибудь вверху, то это будет обязательно видно. Может быть, на полочке, либо еще где-то. Вот такой кружочек у нас получился. Немножечко его вот так растянем. Если хотите, чтобы он прям накрывал ваше донышко у цветочка, то можно сделать побольше. У меня он закроет только нашу желтую серединку. Но прежде, чем наклеить его, мы сделаем небольшой прорезь. Для этого возьмем зубочистку и вот так посередине мы делаем нашу дырочку. Сейчас вы поймете для чего. Прежде, чем приступать, мы возьмем нашу ромашечку. И горячим пистолетом мы немножечко будем отгинать наши лепестки. Вообще, можно делать сразу к утюгу, прикладывать наши лепестки, но поэтому они будут немножечко помяты. Я делаю такие, но видите, они немножечко сгинаются, и мне это не очень нравится, потому что не всегда получается сделать идеально ровные лепестки. Поэтому я сделаю вот так, чтобы было полегче. Мы горячим пистолетом просто отгинаем наши кончики. Так, смотрите, вот так слегка они отгинаются, получается очень интересно. Теперь, сейчас я покажу вам, чтобы лепестки немножечко, если вам не нравится, что они вот так как будто закрывают ромашку, можно их просто вот так поправить, немножечко можно растянуть. Смотрите, форма сама придается. Очень легко придавать форму из фоамирана. Мы продолжаем вот так загинать наши лепесточки. Можно поправлять. И так продолжаем. Я закончила отгинать наши краешки. У меня все готово. Теперь я вот так вот немножечко расправлю нашу ромашку, чтобы она не была у нас такой закрытой. Просто вот так вот пальчиками их отгинаю. Теперь можно сделать вот так вот. То есть сделать кружочек, чтобы все лепестки наши в одной форме. И вот такая ромашечка получилась. Вы можете... Видите, она немножечко получилась уже слишком раскрытая. Вы можете придавать какую-либо форму. Можете здесь немножко подправить, чтобы она... Первые лепестки, первый ряд наш был немножечко отогнут. То есть как вам угодно. Вот так мы делаем. Пусть у меня она вот такая останется. Теперь мы приступим к грейтинью на нашу палочку. Мы наш кружочек вот так вот надеваем. Мы надели нашу палочку в кружочек. Теперь мы берем хорошенько-хорошенько и в серединку обмазываем это клеем. Наша донышка. И быстренько надеваем на палочку. Смотрите, палочка прям у нас вот здесь появится. Совсем немножечко. Теперь это хорошо поправляем, чтобы это все-все приклеилось. С зубочисткой можно, чем вам удобно. Сейчас лишний клей мы все уберем. Можно так убирать зубочисткой. Или можно, когда высохнет, убрать пальчиками. Так вот подождем, пока высохнет. Так у меня готово. Теперь нам осталось наклеить наши листочки. Листочки я вырезала один побольше, один немножко поменьше. Форма, смотрите, самая разная, какая вам понравится. И, как я уже говорила, обвела простой зеленой ручкой. То есть, вот эти сердцевинки я вот так вот проводила. И рисовала, какие только я хотела. Вот так. Теперь мы их приклеим. Для этого мы берем клей только на самый низ листочка. И приклеим его, как мы только хотим. Листочки также я вот так, как и сердцевинку, прикладываю к утюгу. Поэтому, видите, они уже немножечко отогнуты. Можно это сделать пистолетом, то есть кончиком. Но для этого чуть-чуть побольше времени понадобится. И также проделаем с маленьким. И клеем. Я его давайте немножечко пониже наклеил. И немножечко продержите. Также можно листочку так отогнуть, как вам больше нравится. Не забудьте лепестки. 5 сантиметров. Это длина. 2 сантиметра самая широкая точка. И самая узенькая точка это 8 миллиметров. Лепестки вы можете делать трафарет себе, какой только вы захотите. Я сделала большие лепестки, поэтому так как у нас высокая палочка и маленькие лепесточки, наверное, были бы слишком не так смотрелись. То есть, ромашка сама была бы меньше. Вот так можно поправлять нашу ромашку. Вот такая красота у нас получилась. Вот наша ромашечка рядом с другими. Таких ромашек вы можете сделать столько, сколько вам понадобится. Вот так вот они у меня стоят. Можно использовать камушки, чтобы их поставить. Вот так. Вот такие они у нас снизу. Такая красота у нас сегодня получилась. Делайте так, как у растут сами и делайте такие подарки своим друзьям и близким. А мне, пожалуйста, поставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. С вами была Надежда. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok